Война с кланом Ленкаранского Ровшин Джанев Ленкаранский, влиятельный азербайджанский вор в законе. Конфликтный характер позволил ему обрести к моменту своей смерти столько врагов, что доподлинно установить, кто заказал авторитетного вора очень трудно. Кто-то считает, что к смерти Ровшина приложил руку дед Хасан, с которым они конфликтовали не на жизнь, а на смерть. Другие полагают, в том числе и брат Джанева, что Ровшина заказал гуля, находясь за решеткой. В самом деле, отношения между двумя амбициозными законниками были крайне напряженными. Дело усугубляло столкновение интересов на рынках зелени. Оба пытались подмять под себя неисчерпаемый источник дохода с этого сегмента. Ведь каждый из них контролировал огромные потоки зелени, идущие из Кавказа в Россию и другие близлежащие страны. Ровшин известен тем, что в молодости совершил кровную месть за своего отца. Он расстрелял обвиняемого в смерти его отца, а подсудимого прямо в зале суда. Это был его первый срок, где сразу последовала коронация. Ровшин не стал долго ждать и в начале нулевых, и первый атаковался Алифова. Он вместе с другими азербайджанскими ворами, Али Алиев, Зарабацкий, Симур Абдулаев, Нардаранский, Мамед Гусинов, Масалинский, Чингис Ахундов, Седой и Хикмед Мухтаров, Сибарабацкий, предпринял попытку раскороновать Салифова, находящегося в габустанской крытой тюрьме. Но дед Хасан, как главный смотрящий, полностью аннулировал этот прогон при остановке статуса Лотугуля. Теперь начал действовать Лотугуля. Все, кто подписался под прогоном, ныне покойники. Последним застрелили в 2013 году в Турции Ленкаранского. Еще четверо также были застрелены ранее. Симура Нардаранского, Чингиза Седова и Хикмеда Сабирабацкого пуля настигли в Москве. Али Зарабацкий был застрелен в Челябинске. Только Мамед Масалинский умер своей смертью. Его поразил цирроз печени в Бакинском централе. Затянувшаяся война с Равшаном была выиграна, хоть и со значительными потерями. Ряд единомышленников Салифова подвергались жесткому прессу среди остальных воров. Не имея рядом сильной защиты, были раскоронованы сторонники Лотугуля, Джихун Генджинский, Влад Шарапов, Талик Ногинский, позже восстановленный в правах Нодаром Руставским. Особо девшись Надир Салифов укрепляет свой собственный клан. При выборе и утверждении кандидата на место главного смотрящего, он высказал фразу, что ворам не нужен король.